Когда все было хорошо, западные страны говорили о демократии, говорили о гуманизме. Когда все стало плохо, стали применять способ, который был применен в Китае, который мы ужасались от этого способа. И мы же помним фразы, которые в Великобритании и во Франции произносили «Спасайте тех, у кого есть шанс выжить». Извините, но мы же недавно все это читали. Это же не из какого-то там 17-го, не из 13-го века к нам пришло. Правда ведь? Так что же, а чем же украинцы? Вот смотрите, вот тут начинают сходиться нити нашей беседы. Андрей Боумейстер недавно в своем онлайн-интервью, а он специалист, у него монография года была, или монография десятилетия по философии права, приводит такой пример. Вы помните, наверное, была такая поправка Джейсона Веника, да? Конечно. Запад применял против Советского Союза не поставлять компьютерные и другие технологии в СССР, потому что СССР нарушает права человека. А когда спрашивали, в чем же нарушение прав человека, они сказали, а вы, сволочи, запрещаете свободу передвижения, в частности, еврейскую эмиграцию, вообще эмиграцию. Человек имеет право жить, работать и ездить, куда он хочет. И СССР такой, ну да, мы сволочи ему нарушаем, давайте сидеть без конкурсных технологий. Но как только СССР распался, что они сделали со свободой передвижения? Запад. Они наложили жесточайшие визовые условия, через которые прорваться было невозможно. Сейчас мы выбрали там три года назад Шенге. И когда их спросили, а как же так, где же свобода передвижения, а тем более свобода работа, они говорят, ну вы, придя вот такой вот чистокол формальных документов, как британское посольство, американское посольство, можете к нам приехать, побыть туристом до 90 дней. Если покажете доход, и все, и валите отсюда. Ни работы, ни свободы, ни все остальное. То есть это Запад очень много десятилетий, если не столетий, уже живет с двойной моралью. Абсолютно. Он бессовестный. И вот эта эпидемия что показала? Что он все больше становится похож на то, что рассказывали нам на политинформации в школе. На худшие образцы советской пропаганды антизападной. Потому что, ну не имеется в виду клеймение Битлз, а клеймение двойных стандартов. Под разговоры о демократии и там свободе и всем остальном. Сколько людей укокошили на Ближнем Востоке с 2001 года на Западе? Во что превратили Сирию, Рак, Афганистан? И поэтому, да, опять же, западная медицина. Вот сейчас все больше становится понятным, что наиболее масштабно ходит ковид. Там большее количество жертв в тех странах, которые послушались общих европейских предписаний про реформу медицины. В частности, опускание, замыкание ее на региональном уровне, когда местные власти принимают решение о бюджетировании. У нее подточили запас прочности. Как вы думаете, где удачнее всего прошла в каких странах эта медицина? Скорее всего. Две страны есть. Италия и Испания. А где этого не успели, где сохранились рудименты проклятой советской системы, ну вот как у нас, там, да, еще где-то, или то еще предыдущие системы, то оно и не так страшно, как оказывается идет. Или там великий Нью-Йорк, где медсестры и врачи в мусорные пакеты заворачиваются, потому что в супербогатой Америке нет денег на костюмы, нет запаса костюмов. И получается что? Что здесь сошлась линия чего? Культуры. Запад декларировал десятилетиями одно, а поступал совершенно нечего. Они боролись за права человека. То есть вынести Ливию за нарушение прав человека они смогли, а Китай, который направо-налево нарушает права человека, это уважаемый партнер, от которого зависит кузница мира. Да, мы делаем ему замечания, на что? Но не можем себе позволить там атаковать или бороться. То есть это не принципы, это кистень, как говорил в «Место встречи изменить нельзя», говорил Шарапа. Говорит, это не закон уже будет, а кистень машин направо-налево. И запад превратил закон в кистень, а сейчас мы имеем ситуацию культурологическую, ужасающую, потому что люди отдали достижения, которых предки выборовали столетиями, десятилетиями за три дня этого панического страха. Просто сдали все свободы гражданские, из-за которых были сотни революций, десятки вернее, борьба за права, с жертвами, там и все с тобой. Выборали, выборали и сдали за три дня. Мы имеем, да, торжество политики двойной морали. И мы увидели, что Запад сгнил изнутри. И сейчас рухнет под светом. Да он уже рухнет. Со словом «Просвещенная Америка». Да, «Просвещенная Америка», к которой мы подойти близко не могли. Оказывается, да, такие мы были сирые, убогие, несчастные, она такая светлая и высокая. Оказывается, они расхватывают туалетную бумагу в супермаркетах ничуть не меньше, чем мы, а может быть и быстрее, в больших темпах. И так далее. И вот у нас, как это, государство, такое глобальное государство, живет, оказывается, с двойных стандартов, нарушая их, гниет изнутри и рухнуло при первом более-менее серьезном испытании. У нас люди, превращенные в стадо, у нас на земле, я имею в виду, которые в целом, которые готовы, чтобы мы с ними сделали все, что угодно. Намордники, электронные браслеты или вот эта вот история, которая сегодня началась, что приложение «Дия» должна тебя сфотографировать, там, да, еще послать этот сам, не дай бог ты. И причем устанавливаться в обязательном порядке, иначе штраф. Между тем, как объявили, что рекомендуется, между тем, как объявили в обязательном порядке, два дня прошло. Цифрофой фашизм наступает дикими темпами. У нас полная переоценка ценностей относительно того, кто теперь, это уже про Украину говорю, кто теперь этот Светлый Запад и кто этот Восток. И как это, и кто мы. Но после такого сотрясения ответ на вопрос, будем ли мы прежними, не будем, это точно. Не будем. Мир, который в достижение двух тысяч лет списал за три дня, в ужасе, схватав туалетную бумагу, то есть совершил абсолютные рациональные действия, прежним уже не будет. Точно не будет. Не потому, что эпидемия его не сделала прежней, потому что он сгнил изнутри, вот знаете, как этот столетний дух. А эпидемия это легкое дуновение ветра, которое его что, и стук желудя, которое его и обрушило. Мир, западный мир, мир либеральных демократий и тех, кто пытался его наследовать, сгнил изнутри, лет за сто, с конца 19 века. А сейчас он просто поколебался и рухнул. Не ковид убил этот мир. Он уже, он убил сам себя, а ковид его помог уронить. Вот моя зона. Субтитры сделал DimaTorzok